Всем привет! Меня зовут Грифон и вы смотрите прохождение Ведьмак 3 Дикая Охота. Мы продолжаем заниматься контрактами и сейчас у нас заказ, который называется Призрак Тракта. Мы вот буквально в 50 шагах от метки. Напомню, с чего все начиналось. В селе Обеньковое нас мужичок попросил прямо вот у этого домика, около которого курсор крутится, попросил найти его брата. Мол, они поехали сопровождать караван у купцов и пропали. И вот здесь вот мы видим этот пропавший караван. Интересно, что здесь случилось? Кровь тут повсюду. Но. Кто-то наступил в вино из разбитой почки. В общем, на этой телеге... О, домик. На этой телеге кроме вина ничего не было, что ли? Холст. Кто-то был связан. На веревке наспех перерезали тупым ножом. Кто-то был связан. Здесь кто-то бежал очень быстро в панике. Следы хорошо отпечатались, но потом они обрываются. Тут следы... Тут следы в эту сторону, тут следы в эту сторону. О! Следы когтей. Тварь напала с воздуха. Судя по следам когтей, это виверный или вилохвост. Разбила бочку с вином, но люди, скорее всего, сбежали. Кайдвенская. Запах будет чувствоваться еще много часов. И на запах бегу на мягких лапах. Так, сквозь кусты. Мне вообще-то там растенец... А вот оно. Думаю, где оно? Это волокна хана. Вообще бесполезное растение. Оно там используется. Очень редко. А его просто дохренища. Вот лучше бы аренария так росла. Она больше используется в алхимии. Волки, что ли? О, ласточкина трава. Мне вообще дуванчик нужен, я вот сейчас вспомнил. Прямо вот такое вот... Миленькое растение, которое растет везде. Но что-то у нас сейчас оно не встречается на нашем пути. Ну вот в чем беда. Это... Забыл, как называется... А, генация. Интересно, почему они бежали... Сквозь кусты, когда вот оно в двух шагах. Эта дорога. А, наверное, думали, что... Тварь с воздуха, она не нападет, если деревья будут мешать. Ну, в принципе, логично, да. О, что-то там светится. Это, наверное, скрацель. Скрацель. А, нет. Сенжигрон. Ну, тоже. Так, семя растения. По важности и по... Редкости. Наверное, тоже этот... Сенжигрон. Ну, тут даже этот особо думать... Нечего. Но он даже светится. Трупик, наверное. Светит, как в пещеру. Кстати, я переигрывал момент, когда вот в эту пещеру шел за доспехом школы этого кота улучшением и перепутал вход. И сбежал вот в эту пещеру с татой. Спешил. И пришлось еще кусочек переигрывать, чтобы в эту пещеру не забегать. Потому как... Сейчас вы видите. Одного он догнал перед самой пещерой. О, у него головы нет, смотрите. Потому как ребятки сидят прямо где-то здесь. Прям вот совсем рядышком со входом. Вот они. Сыро. Грибы-шебальцы. Или шебальцы. Не знаю, как правильно. Нам нужен безмер. Насколько помните. Там беженец. Апа. Милостивая крылья. У вас по тьмах так глаза светятся, что я сперва подумал, будто ящер идет. Тварь, напавшая на фургон, какая она была? Здоровая? Здоровенная была скотина. Здесь протиснуться не смогла. А зубища у нее были. Едва мы утекли. Интересно, догнал ли он тех купцов. Так им и надо, сучарам. Теперь первое дело выбраться отсюда. Вы нам поможете, мастер-ведьмак? Кого-нибудь из вас зовут Томил? Да он вот там лежит. Догнал его ящер. А вы-то откуда знаете? Его брат просил меня вас найти. Рассказывайте, что здесь случилось. Купцы нас наняли, вроде как их на дороге охранять. Мы оглянуться не успели, они нас цап и связали веревками, как баранов. Зачем? А вот это они нам как раз аккуратно объяснили, что мы, значит, топереча неизбежные жертвы во имя прогресса торговли. И потому они нас оставят у телеги чудищем на съедение. И правда, летел ящер, как по заказу. Чудище должно быть привыкли, что по этому тракту перевозят припасы для армии. Ну да, умная была тварь. Сразу нам отрезала дорогу, так что пришлось нам сюда влезть. А вот бедный томил, не успел. Я займусь чудищем. Виверны часто пытаются загнать жертву поближе к гнезду, так что искать, думаю, недолго. Мы тут подождем, чтоб не мешать. Королевская Виверна. Вот это мне повезло. Вилтук не совсем понял, с чего он решил, что королевская наверное из-за размера. Потому что они сказали, что здоровющее было. А вот он томил. У него цветочки были. Кому он интересно цветочки хранил? так, так. Вот. Ну а в той стороне другой выход сундучок, который мы уже обыскали. А как она его догнала? Он либо от потери крови помер. Догнала она там. Подождите, это наверное не томил. Наверное другой чувак тут отдыхает. Томил возле пещеры без башки лежит. Это уж точно. Или с ними четверо было. Непонятно. Темно вообще. А я с факелом как-то не очень люблю лазить. Во-первых, он освещает маленький участок, но это понятно. А кошку пить сейчас смысла нет, потому как мы уже сейчас выйдем из пещеры. А кошка у нас такая продвинута она будет долго светить, скажем так. Спускаться или перепрыгнуть там особо ничего нету. Поэтому перепрыгнем. ох 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 мы грибов ох по-насобирали. Хватит на целый суп. Еще и картошечки пожарить. тут 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 кстати есть еще один проход вот он прям как раз перед нами сверху. Мы туда тоже сейчас не пойдем. Я не знаю был ли он в оригинальной игре. Вообще он используется в дополнении каменные сердца. я думаю что скорее всего был. Не знаю у меня не было оригинала у меня сразу было издание года со всеми дополнениями. О слышите это уже и верно наша в темноте наверное плохо было различимо но у него заглючил факел и из руки торчал. Так а давайте ка мы обмажемся где там наша дракониды нет не это вот дракониды а что у нас по ничего по алхимии сохранимся вот она не за чудовище а что тут у нас про призрак тракт и ничего не написано я думаю написано а вот королевская виверна умелый охотник редко возвращается с охоты с пустыми руками если знаешь какими тропами ходит лань в какой луже грязи будет валяться дикий боров и когда появится заяц из норы пол дела сделано но большинство людей не понимает что некоторые чудовища могут научиться тому же например королевская виверна извилина не взлетала высматривая жертву издалека и таким образом открываясь людскому взгляду и стрелам она устраивала тайную засаду тракт и дожидалась военных обозов так на слонине пиве она росла и жерела и начала уже больше напоминать дракона чем другие представители ее племени ведьмак знал что такая тварь будет гораздо сильнее и упорнее любой обычной виверны одного ее удара было достаточно чтобы убить человека а значит следовало любой ценой от нее уворачиваться так же стоило удерживать ее на земле с помощью арбалета или бомбы всякий раз когда она попыталась бы взлететь и нанести убийственный удар с небес а бомба это картечь ну обычная бомба так ух ты тут их две короче нет это не королевская виверна ах ты зараза геральт ты дундук она еще и плюется а ну правильно так ладно та пока в пещере где там арт ага ну зараза такая и арбалет давайте возьмем давай одна готова вторая там в пещере застряла чем она заглючила геральт тоже иди сюда ну выходи выходи из пещеры давай 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 хоть ты сволочь крылатая да что ж тебя манит то зараза такая у нас никаких там болтов нету нету значит нам надо бомбу поставить о у нас этот же ну на что вот ты она подлечилась отличная самым отличная танцующая звезда улучшенная картечь давай попробуем картечь урон наносится но не такой как нужно ах и гнусный же ты ага ага загорелась и потухла вот короче я ее сейчас буду игни жарить она не хочет вылазить из пещеры пусть не вылазит не надо чадо горит отлично а вот теперь виверна сейчас королевская прилетит нет не хочет это не они напали на этих людей здесь где-то притаилась королевская виверна надо уничтожить гнезда то они снова расплодятся с одной драконидов 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 уничтожить отлично 20 опыта мы получили и 100 чудовища драконий чешуя и какой-то и какой-то какой-то там большой рунный камень мы получили чеша второе гнездышко уничтожено и виверна прилетит дождаться королевскую виверну похоже дождь собирается ага вот она рогатая ничего себе у нее рога далее ну и что-то летаешь ага по мордасам получила а вы не любите огонь я знаю нет тебе пофигу а если ерденом ой хотел этот акси а ошеломление лежать зарезал только она блин кусты короче провалилась ее плохо вообще видно ну и скотина и как же вот это называется королевская виверна они редко бывают такими крупными откормилась покуда людей на тракте жрала и как вас звать мил здарь геральт из ривии геральт из ривии будешь 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 дитям рассказать так они почапали ну и это нам тоже нужно чапать за этим за наградой чат только заберем трофей не знаю будет так да вот сейчас она где-то в кустах тут валяется мозг драконья чешуя яйцо виверна мутаген анафема посмотрим что это за меч о и платва уже так видите вот голова ее с такими большими рожищами нет я не хочу путешествовать в дождь тем более уже темнеет о замечательно а что ты сюда приперлась мы с тобой тут не спустимся я тебе хочу сказать нам нужно опять в пещеры так что саляви я почапал да у этих тоже смотрю рога вот она какая с бородой блин вот обычная виверна да видите такая королевская опачки как мы перекатываемся с какой-то стороны лучше спуститься вот этой вот этой и еще разочек ага сейчас будем перепрыгивать куда-то gps нас ведет непонятно как видите у нас вот тут еще есть вопросик вот тут лодочка наверное мы вот этот вопросик сейчас зацепим он такой вот низкого уровня по-моему без автолевела четвертый если я не ошибаюсь у нас вот это задание на 23 уровень кстати кстати у нас же там этот меч велес мощь знаков на 16 уровень меч анафема ну так минус 86 да как он выглядит сейчас где-то 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 вот анафема блин сейчас выйду на свет покажу как такой легендарный меч выглядит обмоточка как видите крест накрест где что-то блин выйти-то нормально то деревья то еще что-то вот он вот такой вот меч где там наш этот грифон нет нет грифон школа кота школа кота он с рунами да нам еще бы этот вещи из рюкзака скинуть ей дождь да что ж такое то терпеть не могу погоду ну хотя бы видимость нормальная просто дождь интересно для чего тогда купцы телегу в телегу положили бочку с вином видимо чтобы виверна людьми закусила винишком запила веселую жизнь они устроили сволочи нет чтобы сразу нанять ведьмака он бы мы бы ну или другой ведьмак бы избавился от виверны и вот они так быстро дима решили по меньшему сопротивлению чтобы деньги не тратить вам взять и жертвовать но так рано или поздно бы люди прочухали все как-то пропадают и не стали бы не дальновидные купцы жлобы да вообще нехорошие люди кто-то кто-то там уже за кустами бегает а волки по-любому видите 我知道 و haar кустами я ответ о oshop �� 해 д th Я нашел ваших друзей Да я с ними уже говорил Эх, жаль, Томилу не свезло Вот вам, держите-ка Спасибо Прощай Так, сколько нам там денег оплатили? 250 опыта 192 кроны Теперь, теперь нам нужно на Лодочку А тут, наверное, бережок крутой Придется там каким-то макаром прыгать, наверное Интересно, а что я раньше А, я, наверное, хотел через Эксинфурд к этой лодке подобраться И, наверное, забыл про это место Не просто А сейчас вот на карте его увидел И решил этот Обчистить Я так думаю Ну, все-все-все-все Ставим активным следующий ведьмачий заказ Перебираемся мы в ничейные земли в Новиград Дом с привидениями Оксинфурдский кровопийца Лихо лесное Так, это Сейчас по карте посмотрим, какой ближе А, все, вспомнил я за это задание Нет В общем, дом с привидениями и Лихо лесное Это именно конкретно в Новиграде А, вот, Оксинфурдский кровопийца Это, как ни трудно догадаться В Оксинфурде Это, вот, ближе к нам Значит, соответственно Мы сейчас на лодочке И на север-то поплывем Сразу в Оксинфурд Быстрее Ну, а затем в Новиград И займемся там Делами, которые у нас там остались Если помните, у нас там кулачные бои Этот Еще в карты сыграть Этот На целый А я не туда поскакал Кстати говоря Ладно, сделаем крюк У нас там целый турнир В Пассифоре Если помните В общем, дело у нас еще в Новиграде До хренища А уже Кстати, сотая серия Очень большая Очень длинная Комплексная игра Мое среднее прохождение Обычно Где-то Букло 250 часов Она занимала Так вот Ну, это вместе С дополнениями Так что Где-то серий Наверное Будет столько же Так, ну где там повороты Тут Я просто не люблю Вот На прямке Ну как По бездорожью Топать Вон он Поворот Не зря же Все-таки Дорогу Проложили Темноватенько Темноватенько Я думаю Что надо сейчас Как-нибудь Вот Справа Спуститься К воде Или вот Тут Там Прямо Можно Будет По всей Видимости Не слишком Крутой Берег И мы Сможем Спуститься Без Каких-либо Последствий Травматических Да Вот Бережок Давайте Тут Сразу Спустимся И пойдем По нему До Лодочки Вот Она И лодочка А вот И Ребят Которые Охраняют Тоже Болотники Посмотрите Не утопцы Мозг утопца Ух ты Компания Какая Нам До них Нет Никакого Дела Ну Их Там Целых Трое Мы Сразу Поплывем Всего Лишь Четыреста Метров Сейчас Мы Быстренько Доберемся До этого Острова Я Сейчас Заметил Что У нас Совсем Чуть Осталось До Следующего Уровня Наверное Этот Заказ Выполним И Получим Повышение Что 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 Там Берег Крутой Совсем Не Видно Куда Можно Пристать Спрятанное Сокровище У нас Тут И И Оно 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 Охраняется Ага Туманники Туманники А ну В принципе Такой Бережок Пологий Да Вон Они Там Крутятся Ух ты Какой Туман Ага Сразу Наткнулся По Следам Пройдемся Ух ты Ага Разбитая Лодочка Понятно Морская Раковина Кто-то Нас Увидал Сломанное Веслом Удочка Веревочная Лестница Там Ничего А ну Вот Один Туда Пошел Зачем Давайте Туда Сходим Один Туда Другой В другую Сторон Что это Кровь Или Да Кровь Наверное Подрались А Эйди сюда Томанник Томанник Двадцать Третьего Уровня Ага Ух ты Это Какое-то Чудовище Посмотрите Скелет Чудовище Ихтицца Раза Ага Ихтицца Сволочь Ага Один Ой Это был Не туманник Это был Ух С горем Пополам Расправился С этими Мерзкими Гадкими Гадами Тут Еще Кто-то Вози Туман Не расселся Я Потерялся А Вот Они Следы Далековато Я Ускакал Ценая Окаменелость Потертый Ключ Вот Какие Я не знаю Что это За Чудовище Как выглядит Вообще Скелет Кита Да Да Такой Речушки Откуда Ему Взяться Наверное Какие-то Доисторические Животные Когда Наверное В те времена Когда здесь Было море Я так Думаю Что Что Да Правильно Мы пошли Сначала В эту Сторон Иначе Нам Пришлось Было Возвращаться Вот Нашли в сундук А ключа У нас Нет Это Это Похоже На Утопца Да Это Они Утопца Зарубили Короче Разделились Походу Один Пошел Налево Другой Пошел Направо Два Веселых Кладоискателя Или Этот Бандита Которые Награбленные Решили Стырить О Этот Спрятать Что 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 Это Туман Ага Эссенция Элементали Медвежья Шкура Обалдеть Вот Этого Конечно Это Вот Это Сокровище Ничего Не Скажешь Ну Что Ж Я думаю На этом Серию Завершим В этом Непроглядном Тумане Встретимся В В В Аксенфур Дабы Выполнить Заказ На Каравапийцу А с вами был Грифон Всем Спасибо За просмотр Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Пишите Комментарии И до Скорых Встреч Субтитры Субтитры